Именно в этом аварийном доме в железнодорожном районе проживает многодетная семья Ольги Сережиной. Обращение к главе региона во время прямого разговора настолько растрогало Александра Осипова, что временно исполняющий обязанности губернатора края едва сдержал слезы. После прямого эфира, признается женщина, интерес к ее семье резко возрос. Вот и сегодня здесь все, кто так или иначе могут помочь. Городские и краевые власти, глава региона и даже министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Главная проблема Ольги Сережиной – отсутствие своего жилья. Эту квартиру по договору социального найма она снимает с 2014 года. Однако прописана она и дети в другом месте, в селе Дом на Ключи. Именно там жил ее первый муж. Прописаться на новом месте женщина не может. По ее словам, мешает тот факт, что дом с 2013 года признан аварийным. До вас заходил ко мне глава администрации железнодорожного района. Он мне так и сказал, в 2024 году будет расселяться вот этот барак, как аварийный. Ты останешься на улице, потому что у тебя нет прописки. Я ему говорю, я по своей прописке обратиться не могу по истечению срока, как с 2000 года я там не проживаю. Я ваша, по суду, по решению суда я ваша, по железнодорожному району. Здесь вы меня прописать не можете, потому что дом аварийный. Мне что делать? Мне куда податься с детьми? Ну и, конечно, условия, в которых живет семья, оставляют желать лучшего. Особенно трудно приходится младшей дочери Ольге Ксюше. В пять месяцев девочка перенесла менингит. Скоро ей будет четыре года. Она до сих пор не ходит, не разговаривает, принимает только жидкую пищу. На фоне болезни развелась эпилепсия. Наши удобства – это только центральное отопление. Воды у нас нет, у нас вода привозная с колонки. Ребенок на инвалидности, сами понимаете, нуждается в водных процедурах. У нас эпилепсия, у нас нужны расслабления для тела. Остальные жители дома также страдают от тех условий, в которых им приходится жить. В основном здесь проживают многодетные матери и инвалиды. Дом давно уже ветхий, давно аварийный. Проживать в таких условиях невозможно. То есть все летит, полы холодные, крыша текет постоянно. То есть крыша текет, сейчас даже снег начнет таять, у нас будет вода. И если все остальные жители этого дома могут хотя бы рассчитывать на программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, только Сережина и семь ее детей рискуют со временем остаться на улице. Ситуация такая, что вся проблема, согласно российского законодательства, по регистрации находится в Чеченском районе. По законодательству я не могу здесь поставить на очередь. В этом населенном пункте, в другом населенном пункте перебрасывать человека и говорить, что он ошибочно встал, тут вычеркивать, там вписывать. Надо по существу разбираться. Вы тогда берите, если нужен кто-то, кто еще там из министров, чьи это полномочия. Я думаю, что ваши. И разбирайтесь так, где, в каком районе, каким образом решать эту проблему. Человек живет сегодня здесь. Александр Осипов поручил подчиненным решить проблемы семьи. В частности, руководителя Минсоцзащиты края обязал обеспечить женщину и ее детей медицинской и социальной поддержкой. А сети-менеджера Читы Олега Кузнецова глава региона попросил заняться ремонтом жилья. Максим Топилин также пообещал выяснить, все ли необходимое лечение получает Ксюша. Светлана Тулунова, Сергей Миртов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова